В одной небольшой семье жил пес по кличке Рекс. Он был красивым, статным бультерьером. Вопреки стереотипам о бойцовских породах, он был самый ласковый и миролюбивый пес. Родители разрешали детям по-всякому играть с ним, никаких проблем Рекс не доставлял. Молодой и неопытный пес резвился и не желал никому зла, но в один момент он случайно поцарапал своего восьмилетнего хозяина. Просто царапина на ноге, ничего серьезного. Но с этого дня его посадили в клетку. Рекс скулил и просился на волю, тогда хозяева решили его кому-нибудь отдать. Новая семья нашлась быстро. Серьезный мужчина, лет сорока, очень убедительно говорил о знании породы, воспитании и хороших условиях для Рекса. Пес ластился к нему и не чувствовал никакого подвоха, так же думали и хозяева. Мужчина посадил пса в машину и тут же нацепил на мордник. Рекс не проявлял агрессии, но был немного напуган новыми правилами. В итоге, они приехали на какой-то заброшенный завод. Мужчина сразу одел на собаку ошейник-строгач. Рексу все было интересно, он медленно пошел исследовать территорию, но резким движением хозяин дернул поводок, и резкая боль пронзила собаку. Пес начал метаться, чем лишь сильнее разозлил хозяина, тот потащил его к себе. Теперь Рекс плелся за хозяином, стараясь не делать лишних движений и не отставать. Они вошли, перед ними открылся ринг, обтянутый сеткой. Вдоль стены стояли клетки, где сидели огромные собаки. Само помещение было темным, подсвечивалось лишь несколькими фонарями, в основном направленными на ринг. Рекс не понимал, что здесь происходит. Его затолкали в клетку, соседняя собака начала кидаться через прутья и нистово рычать, напуганный пес забился в угол. Над его хозяином посмеялись. Зачем он притащил сюда такого труса, его сразу загрызут их волкодавы. Пришло время Рекса, его вытащили из клетки и одели электрический ошейник, кинули на ринг, а следом запустили огромного Ротвейлера. Он был в шрамах, видимо, это далеко не первый его бой. Ротвейлер мигом кинулся на ничего не понимающего Рекса и вцепился ему в бок. Пес, выигрывая в размерах, сумел извернуться и побежал к закрытой двери, прыгая в надежде на спасение. Тут же его сильно ударил электрический ошейник, пес отскочил и от боли и ярости кинулся на Ротвейлера. Его еще несколько раз били током, но необученный драться Рекс быстро сдал свои позиции, лишь пару раз сумев укусить противника. Все, что помнил Рекс это, как его лежачего, Ротвейлер подхватил за задние лапы и швырнул в сетку ринга. Пес ударился о землю, пачкая кровью все вокруг себя и потерял сознание. Очнулся он в багажнике машины. На нем была удавка и намордник. Кровь все еще немного сочилась, двигаться было очень тяжело и больно. Страх сковал Рекса, что же его ждет. Машина остановилась, мужчина за шкирку выволок пса из машины и потащил в лес. Кругом гробовая тишина, ни нормальной дороги, ни домов, ничего. Мужчина затащил пса в какие-то заросли и привязал его к дереву, Рекс больше ему был не нужен. Пес лаял вслед уходящему хозяину, лежа на сырой земле, но это было бесполезно, мужчина уже все решил. За два дня он немного оправился и смог встать на лапы. Надо было выбираться, он очень хотел есть, а еще больше пить. Хорошо, что хоть хищники пока не сбежались. Рекс потихоньку разгрыз поводок и отправился на звуки дороги. По пути он нашел ручеек и вдоволь напился. Наконец, он выполз на дорогу и сразу же по его лапе проехала машина. От боли и неожиданности Рекс свалился обратно в кювет. Больше он не нашел сил встать и, провалявшись там почти сутки, потерял сознание. По этой трассе Владимир возвращался домой. Он был охранником на небольшом металлобрабатывающем заводе. Из-за маленькой скорости он смог приметить какое-то тело, валяющееся в кювете, и решил остановиться, посмотреть. Он не поверил своим глазам, перед ним лежал окровавленный пес. Мужчина не мог оставить бедняжку. Он аккуратно уложил пса на заднее сидение и быстро поехал к ветеринару. В больнице сказали, что ему же приходилось сталкиваться с такими собаками и, скорее всего, он участвовал в нелегальных собачьих боях. Но обычно там их достаточно хорошо кормят и следят, а Рекс был истощен и обезвожен. У него обнаружили трещины в ребрах, сломанные фаланги пальцев и множественные рваные раны. По крови уже пошла инфекция, надо было быстро принимать решение. Владимир, не думая ни минуты, согласился. Он оплатил все операции и после этого дома долго его выхаживал. Постепенно Рекс окреп и вновь стал очаровательным псом. Теперь он работал вместе с хозяином, охраняя завод. Все любили маленького охранника, его тискали и подкармливали. Рексу больше ничего было не нужно. В одной из дежурств Владимир увидел перемахнувший через забор силуэт. Нужно было узнать, кто и выпроводить незваного гостя. Из оружия у мужчины был только электрошокер и дубинка. Мужчина, включив фонарик, пошел по периметру, а его верный друг побежал с другой стороны. Владимир встал у пожарной лестницы и не успел повернуть голову, как на него налетел грабитель, крепкий мужчина лет 30. Из-за угла выбежал его подельник. Они не стали разговаривать и начали стрелять, у одного из них был пистолет. Охранник успел скрыться за стеной, но они все равно попали ему в руку. Грабители уже собирались скрыться, но тут появился Рекс. Он прыгнул и вцепился в руку, где был пистолет. Нет, оружие упало Владимир, вовремя подбежав, ударил того током и скрутил. Второй вор уже добежал до забора, начал карабкаться и в этот момент пёс схватил его за ногу и держал до тех пор, пока Владимир не пришел с наручниками. Бандиты сидели на земле, ожидая прибытия полиции. А отважный пёс получил вкусняшку за спасение своего хозяина и был награжден поглаживаниями всего отряда полиции и начальства завода. Вот так Рекс отблагодарил Владимира за когда-то проявленную им доброту и заботу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok